Второй и третий стих. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илье, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Как раз сегодня и день пророка Ильи есть. Человеческие знания, без откровения Божие, какие бы высокими ни казались, они очень мелкие, ничтожные. Бог знает, почему и Павел говорит, что мы имеем ум Христов. Вот ученик учится, он может сказать, частички ума своего учителя он уже имеет. Все они знают, ученик не выше учителя. Мы имеем ум Христов, и наш ум никак не должен быть против Писания. Ум Христов отображается в творении, первая книга, и вторая книга – это Библия. Просто запомнить легко это, две книги. Одну книгу считают все, верующие, неверующие, неверующие он слепой, на ощупь идет. А верующий, там, мусульманин, буддист, он также удивляется, как христианин. Какое-то у него повествование о творении, и он все равно высылает за все благодарность тому, кто выше его. Здесь апостол Павел говорит о народе своем, об Израильском. Никто так вопрос не ставил, как он. Евреи знали, мы избранные. Да, мы грешники, но мы избранные. Как бы мы не грешили, Бог будет бить, наказывать, перетирать. Но мы избранные, он нас простит. И история подтверждала, что действительно часто Бог их прощал. Вот где у нас что потеряно, ушло в русские территории, если никогда уже не вернуть. У Израиля людей так. Почти две тысячи лет находились чужие народы. В 1948 году, 21 мая, образовалось израильское государство по решению ООН. Евреи туда потянулись, переезжают. И сегодня ведь это чудо. Более одного миллиарда мусульман, и они страшно ненавидят евреев. У евреев узенькая полоска земли. Посмотрите на кальт. Там значок стоит, цифра, допустим, 53. Там написать негде, даже полуизраиль. А внизу сноска. Какое государство под этой цифрой? Никак у нас. Буквы раскинуты. На одну шестую сейчас, слушай, не поймешь, что там написано. Буква от буквы на километр стоит. И с ними этот миллиард ничего не может сделать. Они стеснят мусульман отовсюду. Да сейчас идут такие изыскания на горе Мореа, ее так называют храмовой горой. Чтобы построить храм. Там что-то еще скрывается. От меня сокрыто. А что именно? Может быть, они подводят взорвать мечеть, которая там стоит. Святыня для всего арабского мира. Может быть, как-то подготовят мнение народное. Но сейчас, если сделать, израильтяне будут просто волной накрыты. Но как-то будет сделано. Указания есть, что на горе Мореа храм должен быть. Он там и был. Но с какой стороны? Как знать? Но Бог знает. Обращаясь к Богу, мы получаем ответ. Что Бог не отверг народа Своего. Сегодня есть только одна нация, которая конфликтует со всеми нациями мира. Это евреи. Это особая нация у Бога. Искусственно создать такой народ нельзя. Это единственная нация в мире, которая не имеет неграмотных. Вы еврея не встретите, чтобы не умел считать. Нет. Вы еврея не найдете, чтобы он валялся у нас в ноги пьяные. Определенно могу сказать. Все до одного имеют определенную цель. Вот спроси, какая цель, какая маленькая еврейка. Она знает. Построит третий храм. И там придет наш Мессия. Бог абсолютно определенно сказал, остаток спасется. Или я думал, все погибло. Ну, видел, что все отступники идут против Бога и Егова. И вдруг Бог ему открывает. Или я, ты один спасаешься. Я один остался. А Бог говорит, а я семь тысяч соблю, которых никто не знает. Или я ошибся семь тысяч раз. Что же про нас-то говорить? Откуда мы знаем, кто спасается? Каждый утверждает, что его конфессию. Он два перста поставил, спасется от Риди, спасется или наоборот. Вот Бог знает. По Писанию, если говорить сейчас, то собрать бы сейчас здесь и православные католики, и баптисты. И какая-то сидела бы комиссия, страшно сказать, из ангелов. Ну, пусть из людей первого века. Ведь мы еще и без этих дверей можем не пролезть. Сколько же у нас всего напутано в православии? Главное, сохранилось рукоположение, таинство в церкви и все. В Библии как будто бы вообще ее нет. Никто не сверяется. Уж я думаю, редко, кто столько занимается церковными вопросами, как я. Я от всего освобожденный. Больше десяти часов каждый день я свяжу. Каждый день занимаюсь. И скажу, что все неизвестно. Все время запрашиваю новые и новые материалы. Путают. Вот представьте, за последние только недели я перебрал, пересмотрел более десяти тысяч материалов. Тысяч. И самое страшное. Ни одного нет, по слову Божию. Близко где-то есть, рядом, там о питании детей, хорошо говорят. А остальное от выносов человеческих. И очень часто видишь люди хорошие. Я бы хотел с ними встретиться. С какими-то встречался, историки, пилософы, профессора там пишут. Я лично их видел. Они ко мне на дом приезжали. Но они прямо по слову Божию нигде не говорят. Господь знает своих. Но это знание Он передает нам. Что нам нужно знать? Если у нас ум Христов. 1 Коринфян 6.2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вам и будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Это какой суд? Судить целую вселенную Бог нам доверяет, верующим. Ты скажешь, у меня нет юридического образования. Ну как по-земному сказать. Это не имеет значения. Бог Духом Святым это открывает. Я в прошлый раз говорил. Явись сюда Христос, чтобы нужно было просить. Всем вопрос можешь задавать. А правильный ответ найдешь очень редко. Даже я сказал, правильный самый ответ это проси Духа Святого, чтобы на тебе был. Когда прощался Елисей с Ильею, он как раз это и сказал. Чтобы Дух, который на тебе вдвойне на мне был. Почему Серафим Саровский сказал, говорит, главная цель жизни стяжание Духа Святого. Приобретение Его. Больше. Дух Святой будет, никаких вопросов у тебя не будет. Они все будут разрешаться. Притом ты всегда будешь на правой стороне. Приобретение Духа Святого. Оно не так говорится в Священном Писании. А наитие Духа Святого. Возможно только при полном отречении от самого себя. А это самая трудная ступенька. Отвергнись от себя, чему ты научен, какой характер. Отвергнись. Это уметь можно делать мгновенно. Не такого Божия, говорит, прости. А я сказал, не так, я сказал. Бог вот как говорит. У православных-то этого совсем нет. Нас нечем остановить. И получается, в данном случае мы поступаем хуже безбожников. Как Златоуст говорит. Хуже Иритий Кот и хуже Сатаны. Ну уж не хуже, что Сатаны. Я говорю, хуже. А почему? Да Христос, говорит, написанный, Сатана замолчал. Он три раза отвечает на горе искушения. Написанный, Сатана попятился. Новый вопрос подыскивает. Сатана ни разу не возгрозил. А у нас верующим, говоришь, ну вот написано, открывает Писание, он перепрыгивает, пошел дальше. И убедить совершенно невозможно. Ну попробуй сегодня убедить патриархию, что экуменическое движение Всемирного Совета Церквей это прообраз Церкви Антихриста. Там все прямо говорится. Там такое злодейство, такое беззаконие высказать нельзя. Однополые браки венчают. Епископ, думающий цивилист, мерзость одна. И доказать еще нельзя. Никому ничего нельзя доказать, если нет страха Божия. Упьется каждый, говорит, в свое болото. Спасение возможно тогда, когда Богу, Духу Святому, Третьему Леницу Троицы, в нас будет простор. И Он так легко будет нас разворачивать. Слушай, трап твой. И теперь слушай, что Господь скажет. Скорее открывай Писание, садись и смотри. Разве не знаете, что будем судить мир? Да. Окрестные народы, которые вокруг нас, они разные причины найдут, почему они не верят. Разговариваешь, а почему ты в церковь не ходишь? Я попов не люблю, я в душе верю. Вообще в церковь не ходю. Начинаешь еще, на все ответ есть. Пока лишь ответ, только вот такой должен быть. А почему такой? Да кто ее в Библии написал? Еще вот так стоите за это. Это же не конечная инстанция истины. Конечная. Бог сказал, да умолкнет всякая тварь. Вот это мы должны знать. Нам Бог дал великое будущее. Мы, верующие, на суде Божьем будем говорить. Я жил на этой же местности, учился в советской школе, и я уверовал. И ты мог уверовать. Вот в чем дело. Солица Савская будет судить еще. Шактируйся, дома отради и будет. Они, говорит, покаялись бы от проповедей. Иоанн. Иоанн 13, 48. Язычники, слыша это, радовались. И просправляли Слово Господне. И уверовали в всех, которые были предоставлены к вечной жизни. Слово Божие говорит о том, что наперед Господь знал, кто из язычников придет. Нас интересует. Вот моя мама, она всегда говорила, хотелось бы, ну, смотри, чем у вас все закончится потеряемкой. Ну, она не масштабно мыслила, но самое главное, она хотела видеть. Я скажу, я тоже думаю об этом. Как все будет? Но мысли эти стараются прервать. Будь семи пядей во лбу, все обдумай, но один маленький камешек, одна замка, и все переменится по-другому. Заражение крови, человек умер. Маленький камешек может изменить направление пули. Все будет не так. Поэтому, когда доверяемся Богу, а события сложатся как Богу угодно. Ты только славь Бога. Сегодня я не понимаю, но я благодарю Он. Господь знает нас. Деяние 15.18. Ведому Богу от вечности все дела Его. Богу известны дела Его. Дела Его заключаются в том, что Он заранее Бог все это распределил. Будет революция, будет уничтожение храма, священников. Потом вот репрессии пройдут, война закончится. Ну, а потом застойные времена, и придет перестройка. Никто не знал, что дальше будет. Какой крах постигнет русский народ. И сегодня задача поставлена прямо к 20-му году, русских людей оставить, может быть, не больше 10 миллионов. Всего. Полное уничтожение. Первая программа, которая была там в Остонский проект, а сейчас в Хьюстонске уже дорабатывают. И все к этому идет. Что школа сделает безумный этот разврат, насаждение, безнравственность. Никакого рождения нет. Русская нация просто уничтожается. Остается только на обслуживании этой магистрали, и на самых грязных химических заводах. Вот и все. Уже все распределено, кому где быть. Но Бог силен коррективы нанести. И будет совсем не так. Кого назначали убить, тот останется живой, а убийца шел и сам погиб. В поляна. Деяние 3.17. Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Неведение не страшный грех. Оно привело к распятию Христа. Если бы было правильное введение, они бы понимали, он родится от Девы, Дева Мария. Но тут не проверишь. Дальше из колена Иудина предсказано. Похоже. А теперь благовестие, воскрешает мертвое. Ну, сходится. Когда знаешь о Христе, все, ну так оно и должно быть. Ведь не случайно мы беседуем, когда с людьми, с еретиками. Они грамотные в своем роде. Начинаешь беседовать. Ну, коротенькая беседа пройдет, у них все рассыпается. Он ничего не может сказать. Вот мне вчера звонит из Америки, хороший человек. Ну, там каждые минуты дорого стоят. Дед говорит, минут сорок, около часа. Опять схватился за икону. Зачем у вас икона? Я говорю, ну ведь храм же был. И храм этот, Зарававелев, весь был в иконах. Какие там еще иконы? Да из Ихилия, 41 глава. И он тут же открывает, смотрит, изображение. Да где икона? Тут только изображение. Так изображение-то и есть икона. Ничего не понимают. В оригинале стоит икон. Иконы. И апостолы шли в храм, сейчас встретили. Они шли после дня 50-ти, они иконы приняли. А откуда это известно? Да откуда Бог сказал? Дом мой. Он не сказал, капище мое. Дом мой. Он его своим назвал домом. Дом, в котором иконы не висели, как у нас в один ряд. А написано, от пол потолка все в иконах было. Снаружи храма. Ну написано же. Ты же кроме Библии ничего не знаешь. Он не понимает. Потому что благодати освящающей нету. Мы не на другом уровне по нему идем под благословение. Священие благословляет, причащается. Что здесь случается? Какие полчища демонов от нас отходят, мы не знаем. Но нам открыто это через святых отцов, которые молились, просили Бога. Ведом у Бога от вечности дела его. Евреям один-один. Бог, многократно, многообразно говоривший из древних пророков. Значит, мы Бога узнаем и хотим узнать, где он говорил. Пророков. А что он говорил? Ну читаем пророков. Открой книгу пророка Исаия. Просчитай. Диггу пророка и языки или открой. В каком виде Бог являлся. А разве Бог показывал себя? Славу показал свою. Колесо в колесе, вращается, сверкает, глаза на ободе. Картина вообще потрясающая. Что это такое? Но Бог в таком виде, Бог не такой, но Он так себя явил. Из древней Бог в разных пророках говорил. Он говорил. И поэтому, если ты этому не веришь, что Он говорил, и скажешь, это под сомнение ставится. Веры никакой нет. Вообще тогда ничего нет. Единственная книга, достойная полного доверия, без тяхового исследования, это Библия. Мне приходит иногда смысл. Ну почему эту книгу занесли в Канон? Вторая, Параллипоминон. Там одни имена идут. Одни названия, кто родился, не провернешь на языке. Надо, значит. А другие более важные дела, которых хотелось бы узнать у Павла. Ну почему он не написал прямо? Детей не надо крестить бы. Все одно предложение. Или детей надо крестить. Одно предложение. И сколько бы по-другому было. Или рукой креститесь два перста или четыре. Одно предложение. А там целые книги, где вообще взять нечего. Одни имена, имена, но она книга священная. И мы это должны знать очень твердо. Так Бог сказал. Иеремия 18, 19, 23. Вот. Бог говорит. А человек слушает. Это через Писание. А теперь пророк молится. И говорит. Внимли мне, Господи. И услышь голос моих противников. Обычно молятся так. Ты меня услышь, а кто враг молится, Пусть он в темноте бормочет, А ты его не услышь, Господи. А он говорит. Услышь. Должно ли воздавать злом за добро? А они. Роют я на душе моей. Вспомни, что я стою перед лицом твоим, Чтобы говорить за них доброе, Чтобы отвратить от них гнев твой, А они против меня молятся. Итак, предай сыновей их голоду, И подвергни их мечу, Да будут жены их бездетными и вдовами, И мужья их, да будут поражены смертью, И юноши их учлены мечом на войне, Да будет слышен вопль из домов их, Когда приведешь на них полки внезапно, Ибо они роют яму, чтобы поймать меня, И тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы Их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, И греха их не изгладь перед лицом твоим, Да будут они незвержены перед тобою, Поступи с ними во время гнева твоего. Какая страшная молитва. Мы должны заручаться молитвами святых, И никогда их не огорчать. Не огорчать недоверие. Как ты их прослышал, Слово Божие? С полным вниманием слушай, тарат твой. В каждом изречении Библии что-то сокрыто, Там под двойным, тройным покром для меня. Вот что я прочитал, я все вижу для России. И жены остались одни, и бездетные, И мужья побитые, и вопли стон, Похоронки как войну получали. Все сходится. Ну написано для Израиля, Но на этом данная молитва не кончилась. Сила ее идет и сегодня для нас. Апостол Павел говорит, Бог наперед это все узнал. Нет ни одного события, Которое сейчас в городе совершается, Которое без ведома Бога было бы. Какое затмение, а может что оно означает, Не знаю, мнение открыто. Считаю это, ну обычная, Какая-то тень падает от тела, Такая тень падает там от румы, от земли. И все. А может что-то в этом есть. Один только Бог знает. У верующих видите какая отговорка. Ну что это? Да Бог его знает. И все разрешилось. И это не просто человек невежественный, Неграмотный. Человек вполне доверяется Богу. Я не знаю, я на каждом шагу окружен загадками. Да Бог его знает так. Проходит какое-то время, Начинает маленько прояснять, А как бы в тумане. Нееме 9.30. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы, И напоминал им духам Твоим, Через параоков Твоих, Что они не слушали. Но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. То есть Бог знал, что они обратятся. Я мысль тут подчеркиваю. Бог знает народ свой, Бог знает состояние русского человека. Кто-то останется из русских. Но сегодня сколько везде пишут, ужас, Какие там наркологические диспансеры, Как их надо лечить. Нигде этого нет в Писании, Чтобы мы лечили кого-то, Заботились. Мусульман спрашивают, А вот эти люди, Которые там нетрадиционной ориентации, Что делать? А зачем, говорят, спрашивают. У нас в Коране написано, У нас в Библии написано, Сжечь огнем забросать камнями. А то отвечает местный в России, Мулла, Не надо душой кривить. Потому что мастоны издают такие законы, Что даже небрам нельзя, А нужно говорить темнокожие. А если небра оскорбили, Это его нацию. Слово небра встречается в литературе, Везде в словарях. Если сказать, что садомиты все будут сожжены, На тебя могут подать суд. Они перевели сейчас в Библию, Страшно сказать как, То есть испортили и показали. И Бог знает, для чего, чтобы мы ценили. Православном разницы никакой нет, Какая Библия, если они ее не считают. В книге чисел 16-15 Моисей весь огорчился и сказал Господу, Не обращай взора Твоего на приношение их. Бог все знает. Но по молитве святых Иногда отвергает молитву других людей. А я буду об этом молиться. Моисей так был огорчен, Они молятся, Господи, закрой лицо. Не отвечаем на их молитву. Мы можем сегодня и так сказать. Услышу молитву праведных, И что по слову Твоему. Мы не можем точно сказать, Сейчас молитва доходит, Для чего мы вместе собрались. Это как бы отдельные ручейки, По пескам сухим текут, И что там уже, как речка. Молитва может дойти. Римлянам 9-6 Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, Которые от Израиля. То есть, ты, Господи, это знаешь. Когда Бог начинает проверять, То оказывается на проверку В ведущих совсем не столько. И вольт или больше, или меньше. Почему апостол Павел говорит здесь, Что не то, чтобы слово Божие не сбылось. Но прочитает сегодня, Допустим, в храме кто-то, Слово Божие сбылось, не сбылось. Можно повторять слова, Но ты-то сам знаешь, Сбылось оно или не сбылось. Если слово Божие-то не знаешь. Любое место Писания Открыто должно быть для нас. И поэтому работа у священника Не в правовод. Вот когда не задумываешься, Кажется, ну понятно, Израиль вошел в обетованную землю, Двенадцать колен, Бог нарезал им двенадцать участков, Ну, по-нашему сказать, Районов, областей. А ведь не двенадцать Бог нарезал, А всего только одиннадцать. Ливийскому колену, Ливийскому не дал земли Бог. Как же не дал, а как же? А возле городов там, Огороды садите. Да как жить? Десятину вам будут давать. Да какая земля, Рыдь. Вот ройте Слово Божие, Копайтесь в нем. Вот где должны копаться. Распахивайте эту скелину, Сердца людей, Ими трудитесь. Вот задача какая. Когда начинаешь дальше смотреть, Вот чем должен священник заниматься. Не депутатствовать, А искать познание путей Божьих И до народа, И это доводить. Это очень большой, Кропотливый труд. Чтобы не ошибиться в этом море. Ну иногда бывает что-то, Человек перебирает дома, Сорняки какие-то, Байк на решете, Или еще как, Выбирает. А здесь, Даже если что-то ты пропустишь, Может быть смертельным ядом. Само тебе никогда не выбрать. Какое местописание, Я его знаю, Как применить? Тебе придет она сегодня, Или нет? Господи, Ты знаешь, Положи мне это на сердце. Как мог Иосиф Стать таким, Кем он стал? Бог дал знания. Как Даниил Среди врагов не погиб? Когда его бросили в армейный урок, Бог знал, Что он верен, И бросили за то, Что он прямо молился Богу, Открывая окна на Иерусалим. И когда мы встылаемся на знание Божие, Это значит, Мы полностью во всем доверяемся Богу. Понимание Священного Писания Нам дано через святых отцов И через исследование наше. Положите себе все-таки Где-то там, За храма сердца, И скажите, Вот такой я прихожу в храм, А ухожу с большим доверием к Богу. Вчера я не знал, Вы прошу у Бога этой милости. Родные мы и не слышали, Пусть завтра услышат. То есть себе все время надо Как бы толчок давать, Бог знает, И Он знает, Как в человеке много всего. Меня интересует отношение даже к детям. Чуть-чуть где-то заболело, Ой, у ребенка температура. Вот значит, Что за температура? Я никогда не знаю, Нас здесь в семье было, Мы среди ребятишек были. Никогда не смотрите на это. А у нее и правда температура, Полтора градуса. Да в человеке колоссальнейшие возможности Заложено в организме. Мы среди микробов плывем, Вокруг нас миллиарды микробов, И человеческий организм все это глушит, Все перегорает. До 41 градуса организм человека Можно не трогать, А при 41 он начинает пережигать Все эти вредные микробы. Сегодня уже говорят, Человек и в духовном плане точно так же, Доверься Богу в испытаниях, Никогда не ромщи, Не ищи какой-то легкости в этой жизни, Не скажи, Бог мне это дал. Выйти сил нет, Да будет его более святая над нами. Помоги нам, Господи, довериться тебе, И, познавши волю твою, Поверишь, что ты все о нас знаешь у тебя. Аминь. Аминь.